Чудеса. Вот это чудеса. Тропа, две вершины, написано. Охо-хо-хо, джунгли. Так, да. Как-то жёстко. Жёстко. Как это называется? Цветущая пыльца кедрового сланика? Вау, клещ. Никогда в этом месте не встречал клеща. О-о-о. Привет! Меня зовут Алексей, и я сегодня на реке Бабха. Это река Бабха. Там город Байкальск, а там Байкал, озеро Байкал. Но сегодня я иду в противоположную сторону от Байкала, в горы Хамардабана. Вот в эту чащу сейчас пойду. Гамашики одел на кроссовки. На кроссовки первый раз гамаши одеваю. Ведь у моих кроссовок гамаши уже встроенные. Обрызгался весь рифтомидом. Рюкзак мой готов. Сегодня рюкзак весит 15 килограмм. Я не знаю, почему вес у него не уменьшается. Надо об этом подумать. Ведь у меня новая палатка. Новая палатка, а вес не уменьшился. Ладно, вперед. Дальше расскажу, куда я иду. Ну, зачем не расскажу, а вот куда, сколько и все остальное. Вперед. И так, вот она гора Бабха, на которую мне сегодня нужно забраться. Видно снег на ней хорошо. Где-то вот справа седловинки я буду подниматься. Отсюда не видно. Центральная вот эта вершина это Бабха, а слева от нее трезубец. Мне нужно и хобби пройти и уйти дальше. Пройти там еще сколько-то, километр-два и поставить палатку. Такой план на сегодня. Слева шумит река Бабха. Эку-трупа. Бабхинские пейзажи. Вот что пишет. Бабхинские пейзажи. Вот это порожистый. А тут, видимо, где-то Бабха. Не знаю. Птички поют довольно жарко. Хотя наверху обещают 13-14 градусов. Слева за рекой дачи. Там выращивают клубнику. Ту самую байкальскую клубнику. Которая известна многим. И в этом распадке много тополей. Вот эти деревья. Это не осины. Это тополя. Хотя, может, какие-то из них и осины. Отсюда я листья не вижу. Вон там впереди точно тополь лежит. Такая влажная довольно долина. Хвощ растет. Грушанка. В общем, довольно тепло. Да. Это тополь. Вот такие липкие листья. У осины для листья вообще не липкие. Блин, как пролезть-то? Ааа, не могу пролезть. Надеюсь, не порвал чехол. Чехол, кстати, оказался какой-то рваный. Ничего понять не могу чехол на рюкзаке. У меня так-то новый есть. А я что-то не посмотрел дома, что этот. На нем как порезают такие вертикальные. Видимо, все, материал уже. Пару лет походов и кирдык. Паутинка – это хороший признак. Смородина. Рябина. Хвощ. Черемуха. Уже не первый раз я здесь иду. И мне хочется просто называть все эти названия, потому что их очень много. Папоротники здесь красивые. Вот кедр сибирский. Многотравья. Но цветов я не вижу. Я не пойму, кто здесь ходил. Как будто кони какие-то бежали. Бежали. Потому что перекопычена тропа. Вот опять. Это же как будто копытами сделано. Выбито. Черемуха видно, что только отцвела. В городе уже цветков вообще не видно. Уже ягоды. Слева сухое русло. Может повезет и я увижу где-нибудь следы того, кто здесь копытил. Постепенно солнышко вылазит. Становится жарко. По траве видно, что впереди большая группа прошла. В ту же сторону, куда я иду. Вот. Трава вся замята в ту сторону. Так, прошел-то я всего километр. Короче, вышел я вот к таким постройкам. Что это? Это что, свалка тут? Это что это? Ни хрена какие здания там стоят. Вон их сколько в ряд. Офигеть. Офигеть. Что тут понастроили-то? Это заводы какие-то? Завод огромный. Наверное, скоро тут перегородят эту нашу тропу. Вот это да. Вот это да. Вот тут дорога раньше была. Все, теперь этой дороги нет. Дошел до первой лепки. Всего полтора километра прошел. Но не это я хотел показать. Хотел показать вот эти вот цветы. А вот такие вот башмачки пурпурного цвета. Чудеса. Вот это чудеса. Красота таежная. Прямо на лепке. Какие-то тропы тут ё-моё. Кое-как нашел по навигатору тропу. Не, эту тропу я помню. Но вот тут допустим этого русла я не помню вообще. И видимо вот там вот сзади, где я потерялся. Видимо там смыло дорогу, по которой раньше ходили. Вот какие грибы я нашел. Ага. Как ракушки. Прикольно, да? Тополь старый. Только что перелез через него. Вон там какой-то лесоповал вообще лютый. А, ну вот он знакомый тополь лежит. Знакомый все-таки есть. По всей видимости это вот эта вот группа перекопытила тут. Хотя нет, такого пропила я не помню. Просто тополь большой. Там его как-то обходили. То ли справа, то ли слева. Кто-то перелазил. А на тропе лепестки черемухи. И на папоротнике тоже лежат. Прикольно. О, весь папоротник в этих лепестках. Папоротник тут, конечно, оттас. Красота. Вон она сидит неясыть. По-простому сала. Только что пролетела тут. О, шевельнулась. Дошел до конечных полян. Вот там вообще два стола стоят отличных. Раньше такого не было. Что за дела? Здесь все дороги заканчиваются. И уже начинается конкретно тропа. Потому что горы смыкаются. Ущелье становится узким. Какая-то старая заросшая дорога. Скорее всего зимник. И вот тут вот сделали такую вывеску. Тропа. Две вершины. Написано. Такие дела. Эко-тропа. Эко. Что такое? Эко. Непонятно. Тут какие-то описания. Ладно. Не так это важно для меня. Тут вроде бы где-то грязь была еще в начале. Пока что ее не вижу. Не дошел. Ну вот справа уже гора подошла. А слева река шумит. Все. Здесь дорога закончилась. Любая какая была. Может сейчас уже и никакой нет. Вот тут хорошо видно как трава примята. Возможно это спортсмены бежали. Такой же маршрут как я иду. В общем смотрю я на свои кроссовки. Не так уж и сыро. Видно, да? Даже если бы была роса, было бы более сыро. Вот так после дождей. А вот она грязька. Все нормально. Экология не совсем нарушена на экотропе. У меня одеты мембранные носки. Потому что я думал будет очень сыро. А гамаши. А гамаши я отмачивал в рифтомиде. В пакет их бросил. Полиэтиленовый. И рифтомидом все залил. Река все ближе. А вот это русло сухое. Ближние клещей пока не видел. Или они от меня прячутся. Что плохо. Или их нет. Что хорошо. Погода улучшается. Это прям очень хорошо. Сзади над Байкалом так вообще голубое небо. Чудеса. Гора как положено. Конечно же. Хмуро. Потому что горы они хмурые. Итого я прошел 3,14 километра. Да. Это походу мотоциклисты здесь пахали. Пахарь. Вот кто пахал. Вероятно. Решили они вспахать тропу. Река Бабха. Собственной персоной. Все. Тропа пошла наверх. Вот оно дерево для сидения. Прикольное дерево. Класс. Шершавое такое. Твердое. Иначе бы его уже давно сломали. Спустился к самой реке. Вода сегодня такого серого цвета. Обычно изумрудного. Прошел 3,6. Измотался уже просто жесть. Тропа такая. Вверх. Вниз. Камни какие-то. Облазы. Перелазы. Подлазы. Сегодня еще далеко идти. Много набирать. Такие дела. Раздваивается тропа. Опять одна по низу идет. Другая наверх уходит. Надо ли идти наверх? Вот чем вопрос. Внизу поляна. Хороший вопрос. Возможно, эта экотропа вверху идет. А внизу туристическая. По экотропе я еще не ходил. ее уже после сделали. Сначала было наводнение. Все смыло. По низу много где тропа шла. Смыло там. Русло изменилось. Реки. И после этого уже через год или через два взяли за эту экотропу. Вышел вот на такой участок эко тропы. Тут какая-то грязь. Видимо давит воду. Дерево поваленное. Вот веревка. В общем по дереву я вот так перелазил сюда. Потом сюда. Веревка с другой стороны почему-то. И вон туда теперь до самой реки. спускаться. Пот льется. Опа. Ха-ха-ха. Не готов я был к такой жаре. Не готов. Вроде бы по распадку должен быть ветер дует. Вон там внизу-то дуло. Тут что-то не дует. Класс. Класс. сырого хамардабанского леса. Класс. 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 Впереди появился пик порожистый. Скоро будет большой прижим и уже окончательное выполаживание. Вот тут же и первые клещи. Один уже отвалился, второй пока держится. Собака. Битва клеща и гусеницы. Похоже на то, что впереди прижим. Вот оно, вот тут по моему наверх. Вот так вот, там спуск и все. Сейчас вот тут по камушкам надо пройти вдоль берега. Лучше конечно по тропе, чтобы клещей не ловить. Вон видно, как намыло высокой водой. Уровень воды нормальный. Вот они следы этих людей. Все следы в ту сторону, но я видел и в обратную сторону. Вот, кажется, в обратную. Но это не точно. Вот в обратную точно. Так что, возможно, они сходили туда и уже вернулись обратно. Все, сейчас, короче, по этим мокрым камням как-то надо залезть. Бадан обожает такие влажные места. И ему все равно, насколько они мрачные. Он цветет где захочет. Тут же смородина. Вон он по лесу Бадан. Вверх по скале. А вот насыпали камушков эко-архитекторы. Вот тут даже знак какой-то прибивали. Камнепад или что? Да, какая-то мрачная хрень на небе. Сейчас так жахнет. Тут уже у меня было такое. Ну что, вот она веревка. Экологически чистая. Да или нет? Вперед. Вперед. Есть. Первый пролет прошел. Опять веревка потоньше. Вид на пик порожистый. Да, это не порожистый, значит, было видно. А вот сейчас порожистый. Вон он. Снежники лежат на поляне эльфов. Все нормально. Второй ступ. А сзади солнце светит. Вот прикол. Веревки рвутся тут, да? Вот, допустим, оборванная веревка. Кто-то упал. Вот отсюда лучший вид на порожистый. Ух. Сейчас вниз спускаюсь. Ух. 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 Сейчас вниз спускаюсь. Ух. 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 Ну тут трэш внутри. А, жесть. там видимо палате пытались сделать короче тут только от какого-то дождя может быть укрыться укроет ли это вот мешковина от дождя такая дырявая думаю что нет короче непонятно зачем его построили до стрелки уже меньше километра такая вот парковая тропа только успевая себя сшибать клещей ну и традиционно дня сгущенка в этот раз я решил сгущенки больше брать ее примерно на два дня хватает плюс закусывать там всякими батончиками еще чем-то там кстати вот такая туча только что была очень непроницаемая сейчас уже получше стало думал сейчас уже все дождь бахнет нет пока пронесло сейчас будут мостки такой прижим и вдоль скалы мостики как бы досочки тут я где-то искупался как-то один раз где-то там в районе этих мостков по моему вау кедровый слоник попер мощь какой-то он коричневый высохший какой-то явно ему не хватает тут влаги странно что тут долина бабхи одно из самых сырых месте моё сюда вот вниз посмотреть так тут все сыро но это конечно начало лета скорее всего середине прошлого лета была засуха высота 645 кстати что довольно мало для кедрового слоника он какая-то гора я сегодня буду выше нее я выше нее буду ночевать а воду я буду собирать из дождя который должен пройти ночью ночью его должен собрать бутылочки пойти дальше как все хитро да так то вот слоника у меня будет много среди тогда похоже уже стрелка что ли вот тут вот да похоже по расстоянию вот они эти мостки в этот раз они не из досок ладно хорошо такая вот тропа довольно жесткая о это что это кабель какой-то фига себе опасненько одно из самых живописных мест нравится мне этот прижимчик класс слоник позасыхал наверху раньше он был очень густой но от него мы под ним под дождем прятались две ступени перед стрелкой во вторая вот она стрелочка вот она поляна никого штаны только чьи-то вещат сохнут люди ходили видно самое главное мост мост можно сказать что есть не считая вот этого вот участка да надеюсь он не развалится если по нему идти можно пойти туда там еще какой-то подвесной мост из проволоки придется под проволоки лезть вот столик сделали класс ну видно что он грязный мухи на нем сидят тут кстати на этой поляне много мышей и клещей так туда я пока не пойду буду пробовать переходить по мосту что выдумывать это стрелка реки бабха и вот этого ручья по моему поперечный называется от порожистого течет вот там вот он течет так опа и вот там стрелка слева и вот туда налево на порожистой тропа а вот тут по прижиму на бабку мне естественно на бабку так да как-то жестко жестко но буду пробовать вон тот последний участок главное что целый все остальное ерунда здесь и так было жесткое и раньше даже когда мост был здесь целый участок все почти все целое и вон туда он сейчас опа вперед итак время 14.44 опа подловил веревочку очень классно четко идется просто прекрасно так а вот он трэш наш что же делать во всей видимости он уже давно в таком состоянии все ок дальше не обязательно идти это на порожистой там он еще по скале немного полазить надо вода воды кстати в реке немного а вон он мост подвесной класс давно я тут не был класс вперед вот это место обожаю не могу его не заснять а вот он след след есть человеческий а там я проходил на песке не было следов вот такие цвета небо голубое и вот этот пик его будет долго еще видно я на него потом сверху буду смотреть ну все стрелочка пока вот такое вот место довольно мрачное сырое вот тут вот такая скала тут вот такая скала со слаником который засох по какой-то причине но это нормально это это экология есть сегодня сланик пышный завтра какая-нибудь березка потом какие-нибудь там еще кедры вот вот человек бежал просто бежал в ту сторону какой-то спортсмен след маленький как будто детский короче много следов вот он он мост прикольный опасный я кстати думал что он где-то выше но этот мост не смоет он высоко над водой а тут такая лагуна офигеть офигеть какую-то лестницу сделали а это для моста у меня вообще правильно иду или нет как будто эти люди сегодня шли вот там что-то написано наверх что ли надо лезть раньше не надо было лазить так мост создан при поддержке фаио рост туризма байкальского проекта цито терра спасибо кириллов сергей курганский николас кибец иван ракетянский женя мигунова ольга вот такие вот знатные люди которые творят добро которые творят добро добро туристическое не пойму зачем мне наверх это загадка мост союз называется во вон она валяется табличка блин я как тут археолог какой-то а чего вот тут внизу смыло берег что ли блин все трэш трэш жесть анкерные болты все дела будет прикол если не сюда надо идти ты чё вообще за хрень не было такого вон тропа то идет по берегу блин трэш какой какого хрена я сюда полез тропу вообще не узнаю мне кажется она по берегу шла видимо смыло весь берег вот тропа теперь вот здесь петляет в общем там вот стрелка мост и от моста до падения ручья черемухова идет серия прижимов по этому берегу сейчас будет самый крутой прижим с веревкой и лестницей так вот он похоже вот так вот куда вот такая скала опускается в реку ну вот там у реки кедровый слоник отличный и сейчас вот так вверх по реке может когда-нибудь вот тут протопчут но возможно там спуска нет да и смысл там топтать так немного спуск и вон оно вон там верхняя часть там даже веревка висит с той стороны спускаешься немного и металлическая лестница вниз раньше были деревянные лестницы но они как-то быстро гнили так вот тут по скале немного это не веревка это трос стальной ладно я полез убираю камеру кстати тут много вот таких жуков красных или как их называть пунцовых там пока шел несколько видел тут я поднялся так вон она вершина наблюдаем за ней скоро она будет сзади а вон там лестница вон она там внизу далеко до нее еще спуститься надо тут вот по скалине на немного надо пройти так тут внизу почему вверху почему-то веревки нет блин тут цепь дальше цепь я фигею видимо перебилась веревка а а а а а а а а первый этап пройден начинается лестница а а перекур кстати вот тут последний участок где клещи попадаются там за ручьем уже клещей нет вниз вон оттуда я иду лестница лестница привязана к анкерным болтам ну болты так все вкручены тут вообще какая-то закладная прошлые лестницы бывало что смывало отсюда вот тут немного камнями ее прикрепили я считаю тут нужно хорошо ее анкерными болтами закрепить и тогда она лет десять простоит а вот эти вот проволочки алюминиевые это фигня конечно вот когда вода попрет тут все нахрен снесет а вот тут кстати еще место брода выше вот этого первого прижима вон он прижим а вот он брод можно бродить кто хочет но на данный момент есть два моста зачем бродить чтоб прижим обойти ну так там дальше еще будут прижимы причем без лестниц во вот эта красота класс как это называется цветущая пыльца кедрового сланика обалдеть мало я сегодня снимаю цветов но вот вот эту вот пыльцу поснимаем конечно о там еще цветет там цветет какие-то знаки кирпичи как будто куда нельзя идти не знаю я этих знаков не знаю таежных так осмотрелся клещей нет тут всегда была фиговая тропа не знаю почему и не пропилить нет как-то было вроде более-менее тропа так кажется кажется просто где-то она не тут шла стороне немного в общем тут недолго идти сейчас будет очередной прижим облаз пролаз за вас на глаз все полегче стало я иду чувствую запах черемухи присутствует думаю как так лепестки обвалились а вот еще есть цветы вот вот такие вот наши сибирские каштаны называются черемуха класс такое небо голубое так наша вершинка где-то здесь уже начинается прижим прямо один за другим вот таки по-моему вот сейчас первый прижим вот сюда вот наверх потому что видно что вон там скала впереди некоторые прижимы конечно понизу проходят может быть и этот понизу вот не помню этого не нифига не понизу вот наверх вон там значок этот прицеплен и вот через эту скалу надо перелезть и вон там выйти спуститься спуститься река Бабха такое вот название Бабха Оха вроде бы это венкийское что ли слово это не важно все слова все названия скажены что там было сначала непонятно вот куда я иду там ручей порожистый допустим а пик порожистый и в другом месте по другому ручью так сейчас вон туда наверх довольно высоко забрался еще не все но уже почти сейчас вон туда тут жарко а вон там иногда видно что ветер дует странно а вот сейчас ветра нет вот там ветер дует по верхам совсем это не счетово все сейчас вот в эту вот берлогу и вниз вон туда вон туда что пилить надо тут пилить надо ребята кажись порвал она приду с этого похода выкину этот чехол на рюкзак накидку дождевую буду новой пользоваться она прилично стоит точнее неприлично китайцы совсем уже прилично потеряли ну вот что я и говорил клещеныш собственной персоны гаденыш после второго прижима ну вот рифтомит видимо уже выдохся поэтому у меня поэтому у меня гамаши на кроссовке чтобы клещи не заползали внутрь штанов потому что в этом году у меня уже такое было я уже в этом году не первый раз ловлю клещей уже два клеща сдавали на анализ мне в этом году уже проели все но ни один не впился пока это конечно кого-то радует вот такой здесь прижим по камням по камням там по моему еще веревка будет еще один или два будет земляных прижима и вот по моему два камни каменистых первый каменистая может быть 2 не будет я уже честно говоря не помню что-то я давненько тут небо вот сейчас вот тут пройти надо куда дальше вот тут по скользким камням вот тут вода стекает а веревки чё-то нету так вот какая-то тропа наверх не пойму не пойму пока нет по моему по моему нет это там назад получается надо идти потом туда что а вон веревка я ее вижу кто-то натоптал тропу наверх так веревка привязана к какому-то дереву болен вон там веревки нет вот это копка вы тут надо аккуратно пройти или вы тут перелезть через верх веревка похоже оттуда так нет вот тут веревка тоже порвана короче здесь веревки порваны у вас есть есть так у меня тут не клещ вроде бы все окей немного отдыха вот там какие камни навалены там вообще непроходимо непроходимо итак я подошел к месту вот тут уже ручей черемуховый впадает и тропа уходит от реки здесь желательно набрать воду пройдено 6 и 7 высота 717 будет высота больше 2000 метров сейчас я себе минерал очки налью маленькую бутылку и пойду дальше туча вон там стоит в сторону порожистого а солнце уходит направо вон туда где пока что голубое небо вот там только туча дальше сейчас набираю все воды наливая минералки которые у меня с собой и иду дальше он туда он и он там на гору я все еще здесь на стрелке ручья черемухова вот она довольно мощный ручей видимо дождь там был наверху а мостик тут не сделали вот бревно такое березовое так тропа похоже вон туда пошла носки поменял надежде на то что ноги не сильно сотру потому что как-то я ходил в этом сезоне единичными однодневными выходами по смородине тропа идет так еще один моё ну и в общем ноги у меня неподготовленные приходил домой что-то там может и болело но все это проходило забывалось короче нормальной мозоли нет это плохо нужны рабочие мозоли чтобы работать а не вату катать скоро тропа яростно вверх полезет пока что сырые холмы так их назовем переоделся в боевую свою длиннорукавку в которой я слазил вдоль водопада как водопад называется на боку че угадайте так вон она вершина так вот она вот голова уже плохо соображает хуну я так подкидываю немного сгущенки но пульс зашкаливает на этих подъемах как последний ручей прошел так координаты я напишу наверное я сохранил последний ручей и потом дальше воды не будет долго долго потому что в гору идти по расстоянию конечно недалеко папоротника здесь уже нет клещей я здесь уже не встречал здесь пропиленные заросли кедрового слоника конечно это не главное не гладкая тропинка но спортсмены со своими микро рюкзаками конечно тут бегом бегут куда там они состоят 15 килограммов монстром с дивана спрыгнуть и вперед красота вокруг скоро вон там байкал появится высота 827 уже почти 4 часа еду 12 15 я вышел надо пройти 17 километров пока 11 3 выглядит нереально думаю еще три часа я смогу идти и за это время подняться а ну на плече бабки есть место под палатку вспомнил можно вот чё свежий мох надербанил медведь тут судя по тычкам не очень крупный медведь был такой пару лет обед вот он тут копал тут кедр но уже такие вот некоторые старые я думаю на них уже шишек нет хотя рядом есть хорошие кедры ну естественно брондуки здесь закапывает свои запасы ну эти запасы тут годами лежат так что медведь я думаю может почувствовать запасы которым уже там 10 лет и которых уже нет высота 933 время 1623 вроде бы так яростный набор коротенький потом раз затяжок все еще скопыченные места встречаются я не понимаю что там за люди как они так шли что копытили новички какие-то однозначно тут хоть кончился кедровый слоник жестко конечно сегодня потерял два литра воды из себя но хорошо мне одежда такая подходящая вот эти штаны хорошие осень вау клещ никогда в этом месте не встречал клеща уже нанюхался рифтомида зараза более я уже и не смотрю ну это кто-то на себе затащил или на собаки блин еще один вы чё ребята жесть какая-то блин осматриваться придется в палатке вот тут у меня нет клеща ползет как будто здесь начинается подъем маугли я вот так называю хочу пройти маршрут подкова созана обалдеть и я встретил человека я думаю это был человек дождя человек прошел и дождь прошел меня уже весь испачкался как будто бы мешок набрал черемши вот он ты классненький ручей из-под перевала синелька а у меня пуховые штаны с собой а вот наказание холодине красота и солнышко вылезло в этом шикарном месте под пиком бобха обалдеть класс да как-то жестко жестко но буду пробовать и 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